Вер вам, Игнатий Тихонович! Вер вам, Вера! Спаси Христос! Христос воскресе! Я очень рада, Игнатий Тихонович, что я вас встретила, хотела поблагодарить вас за все. Я очень волнуюсь, потому что доискать я никогда не выходила. Вы знаете, что у нас все записывается, вы не против? Нет, не против. Нет, нет, ничего личного, говорите по делу, чтобы не было потом вот так. Я слушаю. По делу то, что хочу сказать вам слова благодарности за ваш труд. То, что вы ваши ролики, ваши слова, книги я у вас заказывала, посадили, как можно даже сказать, меня у Христа, у Слова Божьего, у Писания. Раньше такого не было, я скупала много разных книг, священников. Все читала их, но на труды святых отцов, на Писании у меня этого не было. И осенью я познакомилась с Ксенией Юровой через интернет. И через ее благовестие, она благовествовала о Слове Божьем, стала вникать в Писание. И потом зашла на ее страничку и увидела ваш ролик от 14.05.17 года, трапеза у отца Якима. И вы сказали слово о православии. Я включила ролик и буквально 5 минут я посмотрела и выключила. Мне показалось настолько странным, что все священники молчат, а вы говорите. Вот. Ну, потом я Богу молила узнать, где правда, где истина. И потом, когда все это открылось, у меня был вопрос, кто такой христианин православный, где истина, как жить, как жить по Слову Божьему. И в итоге, когда я все это поняла, что в православии сейчас, ну, обряда верия, люди ходят в храм, свечку поставить, к иконям приложиться и попросить мирского только, чтобы о здешней жизни было все хорошо. Но о Царстве Божьем никто и слышать не хочет. Значит, я вот сегодня вас спрашивала про платок. Насколько вот маленькая вещь, казалось бы, если в мирском понятии платок на голову женщине одеть, и сколько дает, ну, смирение для женщины убрать вот это тщеславие, гордыня, высокомерие, надменность. Все у меня было раньше. Я очень любила косметику, парфюм, красивые вещи, красиво одеваться, чтобы мной восхищались. И сейчас, когда все, я поняла, к чему это ведет, пропасть души моей, что я, если Господь бы меня забрал раньше, то я поняла, где я бы оказалась. Потому что я была соблазном для других людей. Я вас очень люблю, и вот пусть священники там вот некоторые, которые нападают на вас, те люди, хотелось бы мне им в первую очередь сказать, то, чтобы не делали, ну, сразу выводов. Потому что я, когда вас посмотрела, у меня был страх, почему священники молчат, а вы говорите. И спустя время, когда я начала разбираться, сравнивать, ну, анализировать все, святых отцов, ваше слово, что вы говорите, священников смотреть, как, что и чего происходит. И тогда, ну, Господь, Он же сказал, стучите и откроется, ищите и найдете. Но люди не хотят искать и стучаться здесь, в школу, и сейчас, и здесь. Моя семья меня вообще сейчас не стала понимать. Для них я какая-то наполнителька с другой планетой. Также вот, ну, и знакомые. Вчера муж сидит, кушает, и он мне задает вопрос, и я уже по Писанию говорю, я не могу, ну, от себя сказать. Я говорю, как Господь говорит. Он говорит, Вера, я, говорит, устала, говорит, ты говоришь на непонятном мне языке. Может быть, говорит, хватит, говори проще. А как проще, Гнатин Тихонович, говорит, я не знаю, как проще сказать. Ну, как, Господь сказал об этом. Они говорят, от мира, и мир слушает их. Вас потому не слушают, что вы не от мира, уже отошли от них. Вот этот плюс, и надо сохранить в себе, все время опираться на Слово Божие. Вот у меня любимый пророк Иеремия и Михей. Все пророки говорят одно. За ним пришли, говорят, ну, все говорят вот так. Ну, священники, архиереи, по-нашему сказать. Все говорят, что война закончится победой. Ну, и ты скажи так же. Ну, нельзя, все время против и против. Он говорит, что Бог скажет. Только то скажу. Вот и сейчас... Простите. Ну, ладно, говорите. Вы знаете, что я работаю в бане, как бы, да? Я молилась с декабря месяца, чтобы Господь, ну, если я там не угодно, чтобы Он меня вышиб оттуда. Потому что я в бане работаю 12 лет. И с декабря месяца я молилась. И, Господи, если я не должна там православной женщиной работать, ну, сделай так, чтобы я там не работала. И буквально несколько недель назад мне меняют график. И меняют так, что он мне вообще не подходит. И у меня сейчас стоит вопрос. Я хотела бы идти в центральную районную больницу, ну, санитаркой. Либо в престарелый дом. В престарелом доме там график будет. Два через два. Вот. Ну, центральная районная больница вроде бы, как вот, суббота, воскресенье, выходной. Потому что не так им хотят сделать, как бы, пятидневку. И у меня стоит вопрос. Я не знаю, куда мне лучше идти. Так, а что, суббота, воскресенье все время? Или только через какое-то время попадает суббота, воскресенье? В пятницу, суббота, в престарелом доме там два через два будет график. Ну, все равно у вас воскресенье-то будет раз в месяц-то. Конечно, будет. Свободный. Ну, что ж, так и делайте. Это не противоречит. Потому что суббота была строжайшая. За нарушение субботы убивались камнями. Но за больными можно было нарушение. В храме, когда готовили к обрезанию, нарушали. И это было оправдано. Скотину надо было выводить, не отвязать или вала. То есть, вот три и сторож, и сторож. Вот это три, которые не попадают в то, что говорилось непременно о субботе, для нашего воскресенья. Так что вы свободны. Можете пойти туда. И если в месяц один раз уже свободны будете воскресенье, благодарите за это Бога. А если совсем никак, тогда не надо. Хорошо, я поняла. Вот в эти выходные приехал брат с Москвы, с моими, ну, с его семьей. А в воскресный день я всегда в храме, на службе. И у меня вот такая боль о них, то что... Ну, смысл то, что я приехала с храма к матери, и там был мой брат. И они около дома убирались, грабили там, таскали, все, порядки наводили. И сноха мне говорит, ой, как хорошо, что, мол, новые силы приехала. А я говорю, прости, я, но я в этот день не буду работать. Так заповедовал Господь. Шесть дней работы, а седьмой Господу Богу Твоему. Я говорю, я работать не буду. Ну, а брат сказал мне, а за стол там и еще что-то чего-то можно, мол. Я понимаю, что взгляд и уши, и сердце закрыты у моей семьи, как и у многих. Ну, а потом сели мы за стол, и он меня спрашивает о моей работе, как я, ну, буду ходить с бани или нет. Ну, я объяснила ситуацию так и так. И он мне говорит, Вер, я хочу тебе дать совет, чтобы ты, когда пошла к начальникам, ну, устраиваться, платок сняла. И не ходила в платке к директорам. Я говорю, Вась, я снимать не буду платок, потому что так сказал Господь, женщине быть покрытой. Вот. И он мне стал приводить примеров опять священников, православных тех людей, которые... Я сама была такой, я не отрицаю, я ходила в храм, я была, ну, захожанкой, я не была православной. Я не сидела у ног Христа, у Библии. Сейчас я оторваться от нее не могу. Я не могу насытиться Словом Божьим. Порой я вот, ну, и он мне сказал вот про этот платок, я растерялась так, ну, как растерялась. Не в том плане, что мне стало больно, я расплакалась, потому что меня мои родные не принимают такой. Мама видит, что я расплакалась, она говорит, ну, не трожь ее, не надо, мол. Я говорю, я могу повернуться и уйти от вас. Я говорю, ну, я буду с Богом. Я говорю, мне Господь сказал, а кто верующий, он верит в Слово Божие, а отвергающий, отвергает Господа. Ну, и вот как-то так, Игнатий Тихонович. Так что я хочу сказать вам спасибо. И спасибо нету, спаси Христос. Христос, вот это привычка, да. А вот относительно того, что расплакались, вам что было-то обидно или вы как-то переживали сильно? Я и переживала, да, и переживала. Мне обидно было, даже могу сказать, да, что мне даже немножко и остесняюсь ходить в платке. Я Бога молю, что остеснение, это значит, я сама не хочу принимать это слово, правильно? Правильно. Вы наоборот, если Господь сказал, скажите, а вы знаете, что такое платок? Вы сразу ухватитесь за это. Платок означает покров для ангелов, не для человека. Что я покоряюсь мужу. Это первое. Для мужа это радость, что я в платке. Посмотрите, как у мусульман они держатся за это дело. Без платка вообще ни одной нету. Я среди них работал, когда был. Она говорит, как только замуж мы выходим, до этого еще маленько где-то бывает волосинка выскочит. Теперь все намертво закупорено. У нее хиджаб. И вот второе, что если женщина молится без покрытия головы, она постыжает свою голову. Постыжает. Поэтому, когда идут женщины без платка, это означает, определенно, они не молятся. И второе, не подчиняются мужьям. Мужьяк подкаблучники. Вот что означает. А это означает, я слушаюсь мужа, где не противоречит священному писанию. И я постоянно молюсь. Я иду дорогой, вижу красоту неба и славлю Господи. Слава Тебе за все. Я смотрю, что ты предлагаешь мне уже не одну, а две работы на выбор. Я опять пою Богу славу. Поэтому платок мне знак, что от меня идет огненный столб к небу. Так, чтобы они сказали, каждый один раз услышал, вот это да. Вот это вера настоящая. Она имени своему соответствует. А тут сейчас вера, а сами без веры. Меня хотели назвать Александрой. Я когда родилась, мне врачи занесли в пуповину, неправильно пупок завязали. Инфекцию. И матери утром пришли и сказали, если ваша кровь подойдет вашей дочери, мы ее спасем. И врач была вера, которая от меня не отходила. И вот она, ну... Это все Господь дал, чтобы я осталась на этой земле. Видно, так было нужно. Но то, что по поводу подчинения мужа, как все получилось, что вот... Почему я стала искать, ну, ответы. В 2002 году я вышла замуж. И 11 лет прожив, я поняла, что не той дорогой я иду. И я начала молить Господа. Я говорю, Господи, ну помоги, подскажи, где я делаю, что не так. У нас были роги, не скандалы. Все было. Потому что я занимала место мужа. Я хотела главенствовать. Я его под каблук сажала. А он у меня, мужчина, очень такой волевой, ну, с характером, настоящий мужчина. Который, за которым, ну, сейчас я вот за каменной спиной. И тогда бы была бы за каменной спиной, если бы я свое я не выпячивала бы вперед и не командовала бы им. И когда я начала искать знания, где я не права, Господь стал открывать, что женщина должна быть, ну, покорной мужу своему. Ну, опять же, Евангелие, Писание, так вот, я слушала проповеди батюшки, как бы в интернете. И потом, когда все это я поняла, что я не так себя веду, я говорю, Сережа, миленький, я хочу просить у тебя прощения. Ты прости меня. Я столько лет тебя мучила, и как ты меня, бедный, выдержал. Вот. Он выдержал, вот, ну, не стыдно, очень стыдно. И мои родственники говорят, что, ну, мама в основном, что, как ты живешь, ну, покорный мужу, я говорю, так жить не буду. Я говорю, ну, это Господь сказал мне, я говорю. Первое слово будет его судить меня на страшном суде. Вот. Я многого не знаю в Писании, но молюсь Богу, чтобы он мне все, ну, потихонечку все открывал. Потому что столько лет жить без Бога. А вот вы смотрели, где у меня беседы бывают со священниками. Если вам какие-то священники что-то будут говорить против, вы им скажите, а вот, посмотрите, я выступаю в епархии. Мы сидим за столом епископов несколько. И ни один ни разу против никогда не сказал. Вот мы сидим, митрополиты, епископы. Я в Синодии был. Ну, мои слова не согласуются с ними. Потому что для них главное там мощи, там все такое. Я говорю, мощи захороните, на этом все конец. Это все вопреки Слову Божию. А им нужны Матроны на каждом шагу, как будто бы Бог не слышит. Богу надо перекладывать, как будто бы, а как же, к начальнику не попадешь. Они равняют все по своей администрации. Господь говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Воззови только. Только воздохни, и он рядом. Нигде он не ставил посредников. Но мы православные, мы молимся. Я каждый день молюсь. Вот у меня, я поминаю примерно 70 святых. Ежедневно. И не менее 7 раз. Потому что я православный, знаю, вреда в этом не будет никогда. И кроме того, я люблю этих святых. А то, что они теперь настаивают, что Бога уже на второе место, а на третье, это не годится. Никак. И поэтому, даже если обо мне они начинают говорить, а вы по роликам посмотрите. Потеряевки сидят за столом. Митрополит сидит. Митрополит. Выше его только патриарх. Сидят священники. Я им говорю слово. Я причащаюсь. Меня митрополит причащает. Патриархийный. Не какой-то там это. И говорит, скажите проповедь в храме. Зачем он это говорит? Говорит не священникам, а говорит мне. А я чтец обыкновенный. Бог полагает на сердце. Я проповедовал. А епископ-то из алтаря вышел и говорит, где вы берете этот материал? А я говорю, вот я его беру. Я на молитве прошу. Если Бог дал, моя рука должна это записать, как есть. Вот я молюсь, и вдруг у меня как одна строчка стихотворения вышла. Я это уже на молитве записал. Все. Через месяц, выберу время. У меня 9 куплетов будет. 36 строчек напишутся. Вот. Господь так дает. У меня 4 тома стихов по 800 страниц. Это где берете писатели, там, поэты спрашивают в Москве, в литературном институте. Это вот такую глубину, двойной тройной переклад, там, экстраполяции. Я этого ничего не знаю. Я просто молюсь. Они не знают этого, что вот мне нужна встреча сегодня. Вы выходите. Бывает, я просто не могу как-то. А сейчас вот я бы не мог, но я бы остался. Остался, чтобы с вами встретиться. Это Бог показывает. Я вас совсем не знаю, что вы рассказывали, но спросили про платок. Я вам ответил. Ответил, как говорит Писание. И скажите, так говорит Господь Бог. Сатана три вопроса Христу дал, а Господь говорит, написано. Он сам Бог. Сам Господин этого слова. Ну, мог он сказать, что ты пристал, да ты не знаешь. Он прямо написано. Три раза Христос ответил цитатами из Святой Библии. Что нам доказывать? Мы не понимаем силы Слова Божия. Вот есть такой фильм Моисей, когда он с Богом разговаривает. И в это время Бог дает ему закон. И вот так вот идет, как огненный луч лазерный, вокруг горы. И на скале пишет и оплавляется, как восковая. А потом Бог взял плиту и отдал. Так вот эта сила огненных слов, она пронзает сатану. Он не может терпеть. Я знаю это, я 55 лет живу этим. Какая сила? Они спорят, говорят. Не унять. Я тогда одно предложение сказал. Все вдруг замолкну. Постояли. Ну, ладно, мы пошли домой. Это Господь делает. Поэтому знай, где это написано и постарайся, ну, что уж осталось в памяти, чтобы запомнить, какая книга, какая глава, какой стих. Да на бумажку, как у меня Володя. Много у него таких вот картоночек. И он ее еще и заклеил, чтобы не стиралось. Ну, там, прозрачный этим. Вот. Поэтому, если вы будете Слово Божие любить, вы будете абсолютно неуязвимы. Вы, может, скажете, вот ты знаешь, мой характер непокоревый такой. Я так думала. Но я поняла это вопреки Слово Божие. Не Адам создан для Евы, но Ева для Адама, Павел говорит. И поэтому, прости, непослушанием я коротила твою жизнь. Я жизнь отнимала у тебя. Да хорошо, что ты такой устоял. Ты иначе бы согнулся. Ну, как жена скажет, я буду такой телевизор включать, лежать. Не такой. Вот так. Поэтому из-за прошлого, я даже осознала, выбери такой благоприятный момент, где ты будешь идти, чтобы не в натяг было ему. И скажи, вот сколько я всё думаю, назови его, дорогой мой. И как ты терпел-то меня? А почему я сейчас слушаюсь? Бог повелел. Требует Бог справедливости, чтобы дети ни слова не говорили на родителей. Злословящий отца и мать смертью умрёт. Как смертью? Он умер. Раньше у евреев было так. Должи сказать, вывезти его за город и побить камнями всё общество. А сегодня он смёртвый, он в аду будет. И что они с вами так разговаривают? Скажите, я понимаю. И это мне всё... Вашей жизнью я жила, я знаю её. А вы мои дня не жили. Как вы можете судить-то? Вот что вы говорите, я понимаю. Надо убирать субботу, воскресенье. Разницы нет. У Бога разделено. А вы им вопрос сразу задайте. Скажите, а вы знаете, что Новый год в разных странах в разное время справляется? В России было с 1 марта, потом с 1 сентября. А потом Пётр перевёл, Пётр Первый, на 1 января. А вот возьми в Китае. У них там где-то среди лета. Вот дальше возьми. У мусульман у них совершенно другое. Вот скажи, почему всё разное? Что они ответят? А дальше скажи, всё разное? Или это исчисления разные? 2000 у нас какой год идёт, 18-й? У мусульман нет. Они там, когда он вышел где-то в Мекке или в Медину бежал, когда оттуда берут счёт. А неделя у всех народов во все века только 7 дней. Вот это скажите. В мире всё разное. Бывает такое вот, я считал про одно племя есть такое, как в воскресный день неженатые мужики высараиваются, в ряды стоят. А женщины идут и выбирают себе. Притом смотрят на всё, что у него есть. Выбирают. Вот такой матриархат у них есть. И скажи, всё разное. В одном месте лошадей едят, а в другом только коров. А в другом месте вот так-то. Но три пункта есть, которые у всех народности разные. Они не знают, а какие. Все народности верят, что был потоп. Потоп водяной, под водой погибло. Египтяне везде в разных-разных свитках находят хеты были такие, там инки. Везде был потоп. Ну, как они понимают, по-своему. Одни говорят, разлилась река, поднялась вода. Не так, что от Бога с неба. Они не могут сказать. Но у них своя версия. Но потоп был. Далее. Семидневная неделя абсолютно во всех свитках, которые находят древностью разных филистимлян, и везде семь дней. Почему? Вы когда задите почему, скажите, если вы этого не знаете, то вы много вы не знаете. А Библия отвечает. А теперь и третий вопрос, который везде одинаково. Во всех религиях всегда верят, что за дела хорошие будет хорошо за гробом, а за плохие дела плохо. Рай и ад. Они по-своему называют. Все народы, все религии всегда во все века. Почему? А для себя знаете, что были когда-то все народы вместе, и это из поколения в поколение передавалось. От Адама дошло Муфусаила. А Муфусаил больше всех жил 969 лет. Он это передал Ною. А Ною уже после потопа дальше пошло. А тут уже и Моисей. Тут уже закон стали писать. Уже бытие появилось. Они не знают. Вы потихоньку их образовываете. И скажите, ну вот вы что-то где-то сделали неправильно. Что-то знаете за собой? Бывает так, что головой закрутишь. Ой-ой-ой. Да неужели это я мог так сделать? Свинья немытая. Да что же я сделал? Ах, гадость-то какая. Ну было когда-то такое, чтобы где-то один шел, и зачем же я сказал? Дружба нарушилась. Теперь отмечать за это. Скажите, есть. А что это такое? Совесть. Совесть. А кто ее дал? Богу. О. Скажи, почему совести нету? Ну, волк там задрал овечку, у него совести нету. Нету это, это только людям. Почему? Потому что есть бессмертная душа, а в душе заложена совесть. И совесть она была, когда закона не было. Первичный Евангелие. И когда совесть затуманили, сожгли, и говорят, сожженные совестью, тогда Бог дает писанный закон, писанный, Святая Библия. Говорите. Игнатий Тихонович, а вот я, как правильно сказать, вот у человека есть сожженная совесть. Совесть не хочет. Это пикает, не обращайте внимания, тут просится ко мне, опоздал попозже, придет. И слово Божие не хочет, человек слышит, это и ругается матом очень сильно, это хула на Бога, что слово Божие не хочет слышать и вообще не может. Определять не будем, мы скажем так только. За всякое слово гнилое, придется отвечать, Павел говорит, гнилое слово, за всякое слово. Поэтому вы ответите, а если еще в матер наругайся, в мать, вы злословите мать, смертью умрете. Вот это Библия определяет определенно. Но там богохульство, что-то эти слова не говорите, а там может быть помягче какая-то статья. Богохульство, когда вопреки Слову Божию, вопреки повелений Божьих идет, и на Бога что-то говорит. Это хула? Ну, конечно, тут уже определенно хула. Или да Библия, да видали мы эту Библию, да то другое, на слово Божие. Это уже не простится ни в 7 веке, ни в будущем. Но если он покаялся, значит хулы не было. А может такой человек обратиться и понять, что он был неправ? Может, может. Да? Трудно, но может. И бывает такой вот, горящий он, он легче придет, чем безвольный. Златоуст говорит, посмотри, вот если земля не обработанная, на них крапива бурно растет, там полынь, а если это солончак, там ничего не растет. Если человек этот обратится к Богу, если распашешь эту землю, там может быть к винограду все расти. Вот бывает такой, как Саввел, он гнал церковь, давил, обратился всемирно известный, самый великий апостол. А какой был, там ходил, в церковь, свечку поставил, к мощам приложился, ну, бывает, паломникам еще, а ничего нету, Матрона тебе ничего не даст, она сама нуждается в Священном Писании, и мы не знаем, где она будет. Что на нее накручено, это все пиар, как говорят. Этому не надо доверяться. Почему? В первом постании к Коринфянам, вот, не записывайте, надо было записывать, ручку вот здесь есть, возьмите. Один кор, Коринфянам, 4, двоеточие 5, потом проверите. Никак не судите прежде времени, доколе не приидет Господь и не осветит сокрытое во мраке, и тогда каждому будет похвала. То есть, ни о нафе ему не надо говорить, и не записывать его, что он канонизирован, теперь молиться. Потому что многое сокрыто. Вот, Паисий заходит в город, из пустыни, и видит, траурные флаги везет, он говорит, а что у вас? Ой, какой человек умер? Такие люди столетия раз рождаются. Сколько он добра делал, он так учил народ, то другое. И он решил подойти ближе, подошел, когда смотрит, а дьявол трезубцем душу вынимает из него. Он делал, может быть, для прославления себе, для получения должности где-то. Это Бог только знает. Да, мы видели, определить-то бывает людям трудно, но все равно можно определить. А как вы определяете? Вот меня спрашивают. Я вот был, когда в Америке ездил, приглашали. Ну и в то время была здесь еще в силе зарубежная церковь. И отсюда из Московской Патриархии к ним переходили. Но они принимают, они знают, кто он такой. Ну и спрашивают, вот такого-то вы знаете? Я говорю, нет, я его не знаю, батюшка знает-то. Ну, он, говорит, просится, а потом, когда премьем, не знаем, что с ними делать. А он оказался пьяницей, или там разведенный, или еще хуже. Такой туда мусор несло. Я говорю, я знаю определитель. Вы этим людям скажите, а где они? Да, и в России они все. Чтобы они летом приехали в Потеряевку. На три месяца. И через три месяца я вам дам характеристику. Вместе с нами будет вставать, работать, молиться. Он не сокроется. Ну, а как-нибудь? Не, не, не получится. Вы знаете, вот есть такая организация ИГИЛ. Там мусульмане воюют, взрывают. Ну, их спрашивают, а у вас бывает, чтобы чужой был, как-то внедрился в ваши ряды, и чтобы все знал своим, передавал. А они говорят, нет, это не будет. Почему? Так же везде. Среди коммунистов были фашисты тайные. Среди фашистов были тайные коммунисты, они все передавали. Он говорит, у нас это не пройдет. Ну, а почему? Слушай внимательно. Потому что мы молимся Аллаху ночью три раза. Поэтому он или с ума сойдет, или будет такой, как мы. Это пишет центральная газета МВД «Щит и меч». Вот и все. Если со мной он будет жить, да он с собой семь раз должен на молитву становиться и работать. Ни одного перекура нет. У нас этого нет. Вставать 4,40. Ты посмотри, что из него будет. Питаться согласно постов православных и церкви он на ходу будет падать. От него ничего не останется. Скажет, мне не надо ни попловской должности, только отпустите меня. Вот я им и сказал, давайте, присылайте. Можно вопрос? Я вот год как уже на клиросе пою. Наш храм, где я живу, он действует уже 7 лет, мне кажется, около 7 лет. И я год назад за 7 лет ни разу не приходила. Я ездила в районный центр, где храм у нас главный, туда. И в том году получилось так, что две службы мне пришлось быть в нашем храме, где я живу. На вторую службу я сказала, что в этот храм я больше не пойду. Мне как-то было холодно, ну и привычка, может быть, осталось в другой храм ходить. И тогда, перед тем, как мне уйти, я подошла ближе к полторёк иконе Божьей Матери и молюсь ей, старую, матушка Богородица, возьми меня славить Бога. Ну я не думала о клиросе, я просто, ну я говорю, я не знаю, как славить Бога, возьми меня в ученица. Вот. После этого я стала уходить на улицу, а в нашем храме трапезу делают, кушают, потому что нету трапезы отдельно. И в церковной лавке меня матка, ну как вот, женщина пригласила с ними покушать. И потом сел батюшка и задаёт мне вопрос, а вы где-нибудь когда-нибудь пели? Я немного пела в часовню, куда ездила, раньше ходила, ну, хор русский народный ходила, пела. И я так, настолько я растерялась, потому что я понимала, что он мне дальше скажет, это был, ну, я поняла, что Матерь Божья отвечает на мою молитву. Я растерялась, говорю, нигде не пела, ну, от испуга такого. Он говорит, а вы хотели бы у нас петь на клиросе, научиться сну? Я говорю, да, хочу. Я согласилась, ну, так вот в апреле был год, как я пою на клиросе. И когда вот в декабре меня, понимаете, вот вроде бы шла я по жизни, как все, ходила, как все, православная, как все. И тут-то вот, знаете, как перевернуло меня в том плане, что я всё изучала, и мне было понятие, что я не верующая, что я хожу в храм, но с Богом-то я не живу. То, что я читаю, к себе не применяю и себя не меняю. И тогда вот полностью, вот я одела юбку, я сняла брюки, я стала в платке ходить, но тогда ещё, может быть, я не ходила, как сейчас в платке, у меня ещё не было понятия, ну, что я должна всегда ходить в платке. Косметику я всю выбросила на помойку. На меня в храме стали говорить, почему ты молчишь, не разговариваешь. И 1, 14 глава, 34 стих Коринфянам говорит, чтобы жены ваши домолчали в церквях, да не позволено им говорить. Вот. Ко мне стали в храме приглядываться, что я какая-то, ну, ненормальность стала, не как все. Вот. И с клиром мне, женщина задаёт вопрос, Вера, нельзя, говорит, быть такой, говорит, фанатичной, фанаткой. Я говорю, Марина, ну, как можно, ну, как понять фанаткой? Господь сказал, если ты не горячий, а холоден и тёпл, ну, изблюю я тебя, как бы, да, вот, ну, либо я с Богом, либо я без Бога, как, вот. Ну, и потом у нас были неприятности на клир, что, ну, им стало со мной очень тяжело в общении, потому что я не поддерживаю то, что они, как бы, и как я раньше себя вела, я тоже так же, как они себя вела, разговаривала в храме, как бы, вот это всё, да, вот. И я батюшке написала письмо, чтобы он нам помог, научил благочестивому, ну, поведению в храме, не в храме. Я попросила, как бы, одну сестру во Христе, она мне написала, как бы, я распечатала это всё на принтере, отнесла, мы с ним поговорили, но на вопрос, ну, как ответ на письмо не было, батюшка никак не отреагировал. И мне очень тяжело видеть, я всегда прихожу и с таким сердцем ухожу оттуда, я всегда болею от того, что, ну, ни слова Божьего не слышится в храме. Обряда верия, омерщвление полностью, а если начинаешь слово Божье говорить, то уши затыкают. Тут ехали мне как-то, ну, как-то мы с моей вот сестрой, вот из Клира, с главного храма, она меня подвозила до дома, я говорю, скажи, Марина, а она в воскресной школе занимается с детьми. Я говорю, что сегодня будете изучать? Она говорит, ну, я буду рассказывать детям о войне. Я говорю, а что ты подготовила? Ну, как вот воевали, защищали отечество, и как бы поддерживать, что нужно воевать. Я говорю, Марина, милая, а как же Господь сказал заповедь, не убей? Она мне говорит, Вера, ну, ты что, ну, разве так можно все буквально понимать? Я говорю, в смысле, Марина, буквально? Но Господь же сказал, не убей. И я хотела дальше продолжить, что Господь сказал, что если вы, ну, прогневаетесь на брата, напрасно, то вы уже убийцы. Но она не слышит меня, ничего не хотела. Она прям, ну, злая такая стала, прям вся разгорячилась на меня. Я не знаю, ходить мне дальше петь на клиросе в этом храме или нет. У меня вот такой большой вопрос, что мне делать? Или уходить оттуда и не искушать ни их, ни себя? Ну, вот вы сейчас сказали о войне. Только вчера я ролик выставил. Видела. Видели? Да. А я говорю, вам любите друг друга. Да. Вот. Это все. Во всей полноте. Это взято из моей книги к истинному православию. Также тут попросили сейчас готовить новый материал. Полнее. Темы нету. Чтобы она так была раскрыта. Это один вопрос. Ну, а теперь ходить, не ходить. Господь говорит, я не молю, чтобы взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. А если из мира, значит, куда нам идти? Наоборот, вы соль, вы освящаете, вы осоляете. И поэтому ни слова не разговаривает. Вы видели, как у нас одеваются сестры? Платочек у вас здесь под булавочку, чтобы ни волосинки не было. Платье не больше 10 сантиметров от земли. Ни одного слова. Если спрашивают, только палец к карту поднесете поперек и продолжай стоять. Петель, что-то ни слова. Скажи, когда выйдем, тогда там я подожду вас и скажете, там, на улице им скажи, больше меня не спрашивать. Это нельзя. Мы должны идти против Бога. А кто мы такие? Иоанн Затаус говорит, кто ознакомится с нашей жизнью и с Евангелием, он по неволе должен подумать. Мы прилагаем все силы, чтобы против Бога воевать. Нам оправдания никакого нет. Скажи это так, чтобы было видно. Ты ни холодный, ни горячий. Это холодный назначает человек из-за страха Божия. Ой, как бы не попасть в ад. Ой, как бы не... Это холод. А то говорит, я люблю Господа, я стараюсь сделать, как ему год. Это горящий такой человек, он не потерпит. А тепло-хладом пришел, постоял, ушел, столбушок гнилой. И вот мой совет вам, никак не уходите. Разве можно, тем более уже начало положено. Тем более вы священнику уже сказали, больше ему не надоедай. Только молись о нем, как свободная минута. Сама идешь дорогой, на работу. Тем более работая с больными будет, это прекрасная работа у вас. И та, и другая. За престарелыми ходить, это здорово. Вот у вас, Господь же вам дает такую работу. Притом выбор, даже на выбор. Вот чтобы на выбор так, у меня первый раз такой клиент пришел. И поблагодарить за это Бога, и устроишься, храни себя так, чтобы любой сказал, эх, веры нету, тут она бы вот так-то там, а тут она подменила бы. То есть, работай на все 100%. Перед Богом. Ни перед кем не заискивай. Свободная будь, взгляд не должен быть дерзкий. Чуть что, где опусти глаза книзу. Сотвори молитву и отойди. Никого не суди. Сама себя только суди. А есть за что нам себя судить. Судить, когда Слово Божие будешь говорить, Господь говорит, Слово, которое я говорю, оно будет судить. 12.48 Ивангелие Теана 12.48. Нам нужно делать то, что здесь написано. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Я это прочитал в 62-м году. Я понял, все мои знания, книги, это ничего не дадут. Почему? Мне надо жить, как Слово говорит. Мне легко очень грамота давалось, а там три курса сразу за год сдавать, там где в институт поступаю. Мне Бог просто такие двери открывал. Я понял, это все мусор. Это ничего не значит. Я должен все подчинить служению моему Господу. И только заговорил, начальник приехал, я один вопрос задам он сразу на меня. Кто это такой? У вас язык евангельский. А в советское время было. Вот как, то ли он слышал, то ли что. А я сказал, женщины, все же слабее мужчины. Такие носилки накладывайте бетон, а они на третий этаж носилками на руках тащат. Ведь они какие будут-то? И поэтому Слово Божие взыщет с вас, потому что ты не умеренный работодатель. Ну, я не за себя заступился-то. И он сразу подметил это. Никогда не еди на компромисс. Я вот был в Германии, она вот... А вы знаете, у нас идут занятия, приходите на них? Да. Вот. Там заходит Валентина Сарсисон. Знает. Знаете. Она очень... Она с Алтайского края, она наша. Они с сестрой приезжали из Германии, она привезла дочку еще и, кажется, внучку, и все приняли крещение. В озере. Здесь. И она говорит, а я ее записываю, там, Зоннеберг, это Солнечная гора, по-русски перевести, город такой, небольшой городишко. Она на кухне готовится и мне рассказывает. А я записываю, союз с микрофоном. Я ведь все время... А он немец. Я ведь все время старалась показать, что я умнее мужа моего. Я говорю, ну и как, подравнялась, а теперь одна мужа-то нету, он ушел и женился на другой. Ну вот такая была, она себя судит. Ее даже по словам видно. И они вот одеты с дочкой, с Катериной-то, по форме, по полной-то. Ну и еду там, церкви-то рядом нету. И все время смотрели, женщина одна бегает, утром, зарядка делается, а та женщина их видит. И она задумалась, потом рассказывает им, как люди одеты, каждое утро едут, куда они едут. Вот. И она пришла, и я говорю, смотрю, она же, смотрю, она в церкви рядом со мной стоит, та, которая, спортсменка-то бегала. Значит, внешняя форма наша, это тоже свидетельство. Мы проехали, вы знаете, сколько от Владивостока до Лиссабона, мы проехали шесть мусульманских республик. Да и Хабаровск, это не мусульманская, там мусульман много. И ни разу не видели, она идет, мы были, я не знаю, это не в Чечне, там Дагестан, кажется. Она стоит, ну, там как бы парк небольшой, асфальт. Она стоит, видно, что она в положении, а платье у ней по полу идет. А я показываю, смотрите, вот Енисей, молодой Ульяна Владимировна и Надежда Крупская приехала, стоят на берегу, у нее платье волнами по снегу. Ну, сегодня-то на что смотреть-то? Ни женственности, ничего нету. Ну, представьте, даже любой бомж, пьяница, юбку не наденет, его засмеют. А женщина в брюхе, все, она уже почепурилась, пошла. Я знаю, в каком году и в каком месяце началась эта эпидемия. А то русские, народные, традиционные, дрынкают попы, это вранье. Наши обычаи. В каком году? Ну, сейчас я сказать могу, в 2023 году, в марте месяце. Сразу переоделись. Все везде. Я веду все время наблюдения, дневник веду уже 65 лет. Поэтому я, ну, у меня попало-то в поле зрения. Если мы верующие, у нас только один вопрос. Как прославить Господа нашей жизнью? Потому что многие бегут на ресталище, на стадионе, но один получает награду. Поэтому мне надо бежать так, что, Павел говорит, не воздух молотить. Бежать, наверное, потому что борьба предлежит великой. Вот сейчас есть такой борьба без правил. Там они могут пинать друг друга. Видели такое? Да. Федор Мельяненко. Посмотрел, что делает. Печатай их и как. А мы боремся с невидимой силой, с бесами. Об этом Писании говорит. Римлянам 16, 20. Римлянам 16, двоеточие 20. Глава стиха, двоеточим всегда. И Господь скоро крушит сатану под ноги ваши. Мы молим, избавь нас от лукавого. Поэтому препятствия какие, что муж, что делает замечание, никогда в ответ ничего не говори. Правильно, неправильно, потом о смысле, все. А он может спросить, а почему молчишь? Тогда подумай, отвечать, не отвечать. В нескольких слов скажи, Слово Божие повелевает. Ты моя голова. И я никогда до смертного часа не забуду, как я протеялась тебе сокращая твою жизнь. И ты устоял. Это Бог же мне дал тебе такого. Я говорила все это ему. Он видит мои изменения. Но это уже как бы я меняться стала несколько лет назад покладистой, но не до конца. Вот. И у нас практически нет друга ни дома. У нас уважение, у нас любовь, понимание. Когда речь зашла о платке, я рыдала, плакала. Он говорит, ты понимаешь, что ты можешь остаться одна? Ты перестала краситься, одеваться, как бы, ну, как мирские люди. Как мирские люди, да. Краски, краски. Так он краски любит, а не вас. Вот его первое, это было, ну, как бы, такие слова. И я ему потом сказала, Сереж, так получается, ты влюбился в меня, не в такую, какая есть на самом деле, а в ту нарисованную. Вот. Но если, наверное, ты хочешь, ты можешь оставить меня, я останусь одна. В писании сказано, если верующая жена и неверующий брат к миру призвал нас, Господь, ты можешь меня оставить. Ну, говорит, ты покажи, где эти платки сказаны. Я открыла писание, показала, прочитала. Он успокоился, вот, меняется, жизнь потихоньку начинает меняться. Он потихоньку идет, я вижу, что идет. Вы скажите, а вы видели, что Путин, президент Российской Федерации, стоит в церкви и кланяется, крестится со свечкой. Уж как верить, не будем судить его. Но и жена в платке у него стоит, в церкви-то. И у Медведева, Юрейка, она говорит, Светлана, она тоже в платке стоит. Так посмотрите иконы, дорогой мой муж, посмотри иконы, мы же православные, где ты без платка увидел-то? Посмотри, как Божья Матерь, только ее матушкой не зовите, Божья Матерь. Божья Матерь. Божья Матерь. Божьим, как написано, Богородица, Преснодева Мария, матушка, нет такого в молитвах. Хорошо. Вот так. Ему покажите, скажите, вот посмотри нам, на кого надо подражать-то. И безбородок нигде на иконах не уйдешь, попутай ему маленько, подскажи. Я ему говорила и про бороду, так вскользь, ненавязчиво, а потихонечку. Как бы я уже всегда теперь сейчас думаю, что ему сказать, как сказать, смотреть в каком настроении, можно ему сейчас подойти и сказать или нельзя. Если сейчас он злой, лучше я подходить не буду, я его успокоенно кормлю, а потом лучше подойду, что-то потихонечку скажу. Ну, все как-то уже по грамот, но не как раньше с плеча все рубила. Вот. И он, видя мои изменения, внутренние, как бы, и сейчас внешние, как я веду со всеми, он понимает, что это правильно. Мы как-то, ну, недели несколько назад ездили в Рязань за стройматериалом маме, и с нами ехал наш друг. Вот. И я ему показала видео, как меня батюшка поздравляет через интернет. Вот. И у нас зашел разговор об священниках. И наш знакомый, он настолько ругался на этих священников, и он говорит, это черти в Риасе. И все такое. Я ему опять этому знакомому говорит, ну, ты понимаешь, что, ну, за них нужно молиться. Ну, все это объясняю ему. Он говорит, я видел изнутри, как они живут, что они творят, что они делают. Я говорю, ну, ты понимаешь, что... Ну, и опять все по Писанию, о святых отцах. Он мне свое, я ему свое, как бы, муж это туда, когда мы ехали, слушал, оттуда он уже начал с моим, ну, с нашим знакомым общаться. И говорит, что, ты понимаешь, а она же ведь права. Не каждого, говорит, можно крестить. И про крещение начали мы разговаривать, обо всем. Вот. И как бы в итоге нашей поездки наш знакомый сидит и прям вот так вот прям бьет по рулю и говорит, Серега, Серега, ну, это же, ты представляешь, это же, говорит, мечта любого мужика иметь такую жену. Это его был, как бы, ну, итог всей нашей поездки, нашего общения. А вы про бороду когда будут говорить, скажите, посмотрите, адмирал Макаров, у него борода до живота вот такая, адмирал русского. Посмотрите на Достоевского. Достоевский, а посмотри, Лев Толстой стоит как в поясе и рука у него вот так вот, а фотография, вот так. Русский человек всегда был в поясе. Почему вы распоясаны? Распоясаны, хулиган только. Библия сто-два раза говорит о поясе. У вас пояса нет, у русского-то ничего нет. Ну, ты просто немножко взгляни. Полиция, везде ремень, в армии ремень, у монахов ремень, везде, ну, пояс. Это не как. Почему вы без пояса-то и детей так воспитываете? Ты с дочерью не поправишься, когда она вырастет-то. Ты посмотри, я привожу пример по этому делу только. Мусульмане как? Я всем рассказываю, я с мулами однажды беседовал, со священниками этими, ну, по-нашему сказать. Они не священники, это мусульманские, это в Ленинграде. Я спросил, говорю, а какой процент сохранности девственности до брачной ночи? Они меня вообще не понимают даже. Как так? Разве можно так вопрос ставить? Ну как? Сто процентов. Сто процентов? Да у нас в седьмом классе уже там на вторую букву алфа это больше половины. Простите. Сереж, я думаю. Да, сейчас я буду готова через 10 минут. Ну все, давайте там прощаться. Вы его выведите на наши, когда у нас бывает богослужение, и в Потеряевке, когда мы выходим из храма, беседы идут вокруг трава, когда из храма выходим, посмотри, как, скажи, одеты. Живут люди как одна семья. Я потихонечку, потихонечку его ввожу, потому что для него дико это все, как для меня это было дико, когда я в декабре это все поняла, я столько плакала. Если бы вы знали, как я плакала, мой муж может почему так плачет. Я думаю, у меня инсульт будет от переживания, что, ну, до чего мы докатились, что мы безбожники все. И, ну, какой процент в православии сейчас, что верят в истинного Бога, в Слово Божие. Спасибо. А вы, так, простите, вы живете-то в городе? Да. А где вы проводите лето? У матери на даче. Ну, как, у мам. Какой город? Это у Серебряной пруды, Московская область. А, а у вас родственников здесь в Сибири поблизости нету? Нету. А то бы я вас пригласил к нам в гости отдохнуть. Как бы я бы хотела бы приехать. А он не курит? Курит. А, это плохо. Только табак дома бросить. Курит. А куришь, скажи ему, на 12 лет ты меньше будешь жить, а последние годы будешь легкие выплевывать. Все знает, все понимает, но он не верующий. Если бы он уверовал, он бросил бы все. А у вас, скажи, ну, православие-то есть же книга? А я же у вас заказывала. Я говорю, есть же книга. Да, да. Я знаю, что есть. Так вы ему и откройте там от табака курение. Скажите, ну, одну статью прочитай. Игнатий Тихонович, ничего в руки не хочет брать. А пусть не берет. Вы сами держите в руках, скажи, маленько меня послушай. Вот, скажи, там данный Минздрава и прочее во всем мире. Сегодня есть такой ролик один, статистика мира. Там, кажется, 61 позиция. Сколько рождается каждый день, и цифры бегут и бегут. Сколько умирает, сколько самоубийств. И от алкоголя умирает в два раза меньше, чем от табака. Игнатий Тихонович приехал. Спаси Христос. Слава Христу.